ребят всем привет мы у нас в салоне квадратория и сегодня у нас в таком стоячем обзоре вот такие вот два квадроцикла это у нас хайсуны наконец-то добрался я до этих квадроциклов вот для меня лично непонятно что там с ними как давайте мы сейчас быстренько разберемся с ними значит это у нас 550 это у нас 750 оба квадроцикла инжекторные оба квадроцикла у нас это у нас копия во многом точнее копия гризлика там по моему 600 660 что ли гризлика не скопировали вот не буду задерживать погнали кстати сейчас вот на эти квадрики на эти квадрики хайсон сделал такую акцию то есть в подарок идет вынос радиатора поэтому я сразу скажу чтобы потом не вопросов дурацких не задавали типа где радиатор блин горелый а он эта штука идет в подарок и к нему в подарок идет вот такой кофр кофр тоже хайсон ну типа стилизованный понятное дело что наклейку любую наклеивают и потом погнали там кофр там кого хочешь но смысл в том что вы купили вот и у вас сразу же уже такой офигенный плюсик к этому всему по стоимости как всегда в конце ролика поговорим ну что как всегда давайте сверху вниз начну с черного 750 это у них идет как бы такой знаете максимал очка можно так сказать блин смотрите панель управления с левой стороны такая же как на всех квадроциклах то есть у нас там посигналить по этот самый свет запуск двигателя зеркала из особенностей таких интересных сейчас я вам покажу это у нас вот значит вот такой вот ручник механический и поворотники сделаны интересно так вот в плане чего поворотники интересны то что они подают очень громкий звуковой сигнал плюс еще там индикации на приборке ну как всегда тут у нас лебедка вот такая закрывашка и правая ручка ну прям один в один то же самое как у всех курок газа зеркало то есть ну подогрева нет кстати говоря гидравлический тормоз на все колеса давайте ребят по приборочке пробежимся каратенечка она вот такая вот интересная то есть стрелочки бегают то есть аналоговая и плюсом еще цифровая приборка соответственно на цифровой у нас приборки там время бензин километраж включение привода и и это самый еще там дизель километраж в общем такое можно поменять там немножко поднастроить миль-километры вот и аналоговая часть это у нас километров час мили плюс тахометр из интересного что есть неисправности вот там вот по рулевому индикации индикации парковки индикация передачи кстати говоря вот а ну да нейтраль вот она дублируется и здесь и здесь значит по маслу индикация вот и так можно сделать ну и в общем так выглядит достаточно информативно обратно встанем на парковку кстати вот она нормально встает на парковку вот такие вот дела у нас по приборочке правая часть у нас ручка с фиксатором переключение передач получается у нас есть паркинг пониженная повышенная нейтраль и задних вот тут у нас розетка 12 вольт ну то есть прикуриватель и а вот юсби нету хотя уже давно пора поставить юсби я не знаю что у нас через прикуриватель чтобы какой-нибудь компрессор по ключу по ключу значит просто включена выключена и вот здесь сразу покажу вот здесь вот изоляция на прикуривателе хорошая вот здесь вот я не вижу даже должна быть неплохая побежали дальше значит смотрите металл пластик фары и потом уже пойдем по тип по техничке металл окрашен порошковой краской такая вот она наверное вам видно она очень как бы твердо это и и ну поцарапать прям невозможно ну хотя конечно можно отбить но поцарапать сложновато что касается пластика пластик весь черный то есть он если вы даже вот зацарапаете то у вас будет черная царапина там он крашен на полностью него немножко сейчас может сиденье снимем и там покажу но он лаченый то есть здесь сверху лак чтобы он вот так вот блестел и выглядел более-менее нарядно капот кстати тут капот единственное что чтобы его снять то придется открутить вот эту вот перекладину вот два болта значит смотрите раньше было все гораздо сложнее то есть там надо было весь передок сейчас вот они сделали такой капот ну под капотом в принципе кроме заливайки на радиатор ничего больше нет вот я вам сейчас покажу получается у нас вот здесь вот радиатор и заливная горловина все предохранителей там нет предохранители я сейчас расскажу доберемся чуть попозже очень интересно сделано предохранители то есть вот ну хай саны они как бы постарались сделать но максимально не похоже на всех остальных у них это максимально получилось насколько будет это вот так это называется эффективно я не знаю что касается светотехники достаточно тоже оригинально сделано светотехника знаете блин ну если бы вот эту светотехника я увидел лет десять назад я бы просто охренел часы как бы ну диода и диоды вот ну да сделано бывает лучше бывает и лучше и ну на данный момент это ну просто обычное решение так бы стандартно хорошо что они лампочки хотя есть такой нюанс к сожалению настроена солнышко плохо видно но вот такие стрелочки я вижу первый раз так ребят подсидельное пространство так как говорится тут у нас достаточно но выглядит я могу сказать так в плане чего в плане чего во первых что не удивило это как сделан предохранитель предохранители вот не поверите вот тут есть блок там находится все предохранители здесь вот нужно открутить чтобы чтобы, если что-то с предохранителем, здесь нужно открутить, достать этот блок, открутить еще одну крышечку, и там уже флажковые предохранители стоят. Смотрите, в общем. Плюс в том, что туда не попадет влага. Это прям плюс. А вот минус в том, что если у вас с предохранителем что-то случилось, вы вот так вот просто, открыв какую-нибудь небольшую крышечку, не можете нифига понять, что случилось. Тут надо некоторые манипуляции произвести. Дальше. Вроде как здесь есть бардачок. Бардачок. Вот он вот. Но. Но. Есть одно но. В этом бардачке организован в этом бардачке организован вход, ай, выход, выход воздуха вариатора. Вон там есть такая сеточка, чтобы туда ничего не провалилось. То есть сюда положить ничего нельзя будет. Иначе у вас вариатор задохнется. Значит, забор воздуха. Забор воздуха в двигатель осуществляется вот здесь. Мне так, я первый раз когда увидел это, я думаю, не понял, что-то хотели сделать, но не доделали. Оказывается, нет. Вот здесь. Хотя логичнее было бы сделать, ну, в эту сторону. Чтобы она была. То есть, чтобы вода, которая оттуда летит, она сюда сразу не попадала. Но вот сделали наоборот. Также у нас здесь находятся мозги Делфи. Ну, кстати говоря, тут написано Делфи, на том написано Хайсун. Я еще потом покажу. Здесь же у нас управление лебедкой. Вот соленоид находится. И аккумулятор. Вообще, что касается бардачков и всяких ниш, то их здесь ровно ноль. Ну, если не рассчитывать, что вот это у нас ниша под инструменты, и вот это все. Все. Больше никуда вы ничего, никакую тряпочку даже засунуть не можете здесь. Итак, техничка впереди. Увеличенный радиатор. Смотрите, какой толстый. Два вентилятора стоит. И что у нас еще? Квакулки стоят. И усилитель рулевого управления. Передние рычаги тоже самое. У нас на этом зовут. Передние рычаги на сварной трубе. И верхней, и нижней. Ну, это считается как бы получше, чем, допустим, на джамбиках. На джамбиках. Ну, какой джамбик? Болтаю, короче. Болтмоторсы. У него там штамповка, и они могут немножечко подгибаться. Вот, блин, опять сказал производителя, но ладно. И по левой части квадрика тут только, ну, забор вариатора через верх. То есть, выведен на самый верх. Ну, и все. Особо ничего тут больше сказать нечего. У нашего квадрика есть лебедка. 3 на 3500 ОБСов. Кстати, лебедка, а, ну, неизвестного производителя. Но это и не мешает ей работать. Давайте спускаться в техническую часть. Это, извините, тут может быть ветер сейчас немножечко поднялся. Но, значит, по техничке, смотрите. Из интересного. Я сейчас буду снимать, то есть, получается, они один тысячный квадроцикл, и потом только разницу сниму, и расскажу вам про тот. Он там дешевле, на порядок. Вот. И расскажу, почему. Так, смотрите. Это ограничитель скорости, я так понимаю, заднего хода. Вот. Это у нас на генератор идет. Вот, там, преобразовательное напряжение. Вот. По этой части все. Давайте переходим вперед. Привода разной длины. Значит, здесь у нас рычаги из сварной рамы, ой, из сварной трубы. Значит, на приводах товотницы. Ничего не надо колхозить. Редукт, то есть, задний тормоз и ручной тормоз у нас вот там вот, на середине находятся. Так, дальше, смотрите. Получается забор вариатора вот с таким вот цепунком, индикатором, то есть, есть вода, нет. И там вот у нас интересная такая ерунда. Интересная. Сейчас покажу, что это такое. Значит, это у нас охлаждение заднего тормоза. Сложно прокомментировать, зачем это нужно. И в каких моментах он нагревается, так что требуется его охлаждение. Но, тем не менее, оно есть. Проглушитель, забыл сказать пару слов. Глушитель, как видите, у нас получается он из нержавейки. То есть, банка такая прям хорошая, не прогорит. Ну и тут вот теплоизоляция. Теплоизоляция приклеена. Каким-то образом приклеена. Заливная масляная горловина находится здесь. Кроме масла, получается, в двигатель здесь больше ничего не заливается. Двигатель, кстати говоря, здесь пятиклапанный. То есть, три клапана у него на впуск и два клапана на выпуск. Опять же, это нас отсылает к гризликам. У них такие вот движки. Как они это все по лицензии или как это все это производится, я не могу сказать. Кстати говоря, вот на 550 стандартно четыре клапана, а на 750 5 клапанов. Переходим мы к сиденью, к месту водителя. Сиденье достаточно зауженное. Но это, конечно, я не буду сейчас сравнивать. А то все обидчивые марки квадроциклов, когда называешь, особенно, какие-нибудь с чем-нибудь сравниваешь. Но я вам просто скажу, что есть квадроциклы, у которых вот здесь гораздо уже и удобнее в плане того, что сидеть. А есть квадроциклы таких марок, у которых еще шире вот эта вот часть и еще неудобнее сидеть. Вы уже там сами додумываете, у кого чего больше, у кого чего меньше. Дальше. Зацепы для ног. Они присутствуют. Зацепы для ног. Они присутствуют. Но такие номинальные. Здесь нет никакого подъема. И вот здесь самой, получается, ниши для выхода воды и грязи места нет вообще. С одной стороны, как бы, это хорошо, что туда грязь не забьется. Да, вон туда вот в эти вот штуки. А с другой стороны, плохо то, что она туда не будет проскакивать. То есть, как бы, она должна быть либо большей, либо вообще нету. Вот. Интересно, какой-то порожек такой сделан. Не знаю, насколько это будет все помогать. Ну, блин. Странное немножко решение. Ну, так смотрится вроде неплохо. Ну что, ребят, вот, наверное, и все по этому квадроциклу. Сейчас мы перенесемся на желтенький квадроцикл. Ну, а вы, соответственно, смотрите следующее видео про желтенький квадроцикл. А по черному на все. Так что, чтобы не пропустить новое видео, обязательно трогайте свои колокольчики. И кто считает видео полезным, обязательно ставьте лайк. А кто считает видео бесполезным, обязательно ставьте дизлайк.